ПЕСНЯ Дело в том, что если чуть-чуть заглянуть в историю, мы знаем, что после того, как совершился Октябрьский переворот, вся старая культура и все старое искусство считалось враждебным. Потому что, естественно, сам факт его рождения и стилей, и эстетики до того, оно считалось враждебным. Соответственно, балет уж как никакой, потому что это был Императорский театр, это выращено было на базе Императорского театра, начиная с даты вообще возникновения профессионального балетного обучения в России. Это с указа Анны Иоанновны 1738 год, когда была по ее указу основана школа театрального танцевания, она называлась. И постепенно балет развивался, и он, конечно же, на базе Императорского театра развивался. Это считалось, в общем-то, элитарным искусством, он до сих пор считается. Но сейчас мы не будем о таком социуме разнообразном говорить сегодняшнего дня. И балет, как бы он вообще, его существование было под угрозой в России. И возникли вот эти всякие футуристические течения. Начал Лопухов делать свой опыт, и начал Галийзовский. Как бы вот эти вот такой абстрактный танец, Асидора Дункан тогда танцевала в Москве. Даже у Булгакова есть, что столовых нет ни у кого в Москве, даже у Изодоры Дункан, говорит Швондер профессору Преображенскому. Поэтому, и как бы вот, как в пику вот тому старому искусству возник вот этот вот футуристический такой пласт. И очень скоро оказалось, что как раз вот враждебным и оказался тот футуристический пласт. Тот Лопухов и тот Галийзовский, которые хотели новое, прямо противоположное искусство балетное, как бы, чтобы спасти, вырастить. Потому что мы знаем всю историю, мы знаем, что после вот этого распада Российской империи нужно было либо собрать страну, либо навсегда ее потерять. И она была собрана, но очень жесткими способами, да. Вот, начался террор такой настоящий. В общем, возникло тоталитарное государство. И любое, будь то Российская империя или тоталитарное государство, как Советский Союз, оно нуждается в такой вот, что ли, витрине. И чтобы искусство, вот, новой империи нужно было свое искусство. И, безусловно, балет очень быстро смекнули, что он как раз может стать, и как потом оказалось, очень хорошей пропагандой для режима. И тем более, что при таких традициях и при, в общем-то, страна большая, значит, талантливых людей больше. И действительно, Советский Союз еще в мире знали во многом благодаря балету. И любили. Вот, то есть, ассоциация, да. И, соответственно, да, государство более популярным становилось. Поэтому и возник вот этот вот большой стиль, драм-балет, да. То есть, как бы, он все равно немножко, поскольку идеология была, во-первых, надо было идеологически соответствовать. Идеология была, в общем-то, такой ханжеской. Вот, поэтому нужно было обязательно какую-то литературную подложку, да. Как бы просто смотреть на какую-то там фею, вот, и на ее там ножки было, как бы, неприличным в советском высокоморальном обществе, да. Гораздо интереснее, например, и хотя бы для самооправдания смотреть, как, например, там, я не знаю, задирает ноги Анна Каренина. Или вот Мария из Баксерайского фонтана, да. То есть, здесь как бы оправдано, да. Не просто, а здесь, как бы, идет такое воспитание души, чувств и так далее, и тому подобное. Вот. И Баксерайский фонтан, в общем-то, это первый балет вот нового большого стиля, да, такого сталинского вампира. Вот. Он получился, он получился в результате, это можно, можно сказать, что вот этот вот стиль драм-балет, где нужно было обязательно пересказывать содержание, литературу, литературное содержание языком танца. Вот. Потому что, понимаете, все равно балеты Петипа нельзя назвать драм-балетными. Потому что там, во-первых, было очень много танца. Посмотрите, если вообще взять, убрать любой сюжет из тех балетов, вот Лебединое озеро, например, можно совершенно самостоятельно показывать белый акт лебедей полностью. Сюиту характерных танцев вместе с подаксионом. Подаксион это черное ПДД, вообще это подаксион. Потому что в теории балета считается подаксион это то, что вот хореографическое действие, которое потом в конце, вот оно начинается на одной точке сюжета, а при окончании этого подаксиона, хореографического действия, сюжет меняется. Что и происходит в черном ПДД. Как бы принц предлагает руку и сердце, а заканчивается все крахом и обнаружением того, что это, в общем, демониция, это Адилия, а не Адетта. Что его обманули. То есть абсолютно самоценно. «Спящие красавицы» то же самое. Можно взять вот просто пролог, это совершенно самостоятельная хореографическая сюита. Хотя там сюжет в драмбалете в советском все-таки нет. Понимаете, вот, например, если взять тот же «Боксерайский фонтан», ни один акт просто так вне контекста спектакля невозможно показать. Первый акт не имеет смысла. Второй акт непонятно вдруг почему. Понимаете, нет, настолько привязано к сюжету. Ну а потом, как мы имеем шедевры драмбалетных спектаклей, это, в принципе, «Боксерайский фонтан» Ромео Джульетта. На моих глазах вот это поколение 50-х, 30-х, 50-х, они все говорили, вот, например, Валерию Бесаловичу Гергееву, «Давайте восстановим Лауренсию». В Мариинском театре столько говорили, что «Давайте», было дано задание, восстановили третий акт. И оказалось, что вот эта эксгумация, она показала, что, в общем-то, можно было бы этого и не делать. Потому что там, ну, даже вот это вот по ДД, мы по фотографиям знаем, знаете, Дудинская, вот она вот в этой пачке 30-х годов. Ничего там, собственно, нет. Или «Давайте мы восстановим «Медный всадник». Такой балет был. А, собственно, а что вам? Ой, вы знаете, там такие волны были, как настоящие. Понимаете? Вот, и эксгумировали также и вот эту вот ассамблею, да, «Медный всадник», где «Царица Бала», Ульяна Лопаткина, я помню, даже танцевала. Оказалось, что вот недаром вот эти два балета, они остались жить. Ну, а дальше хуже. Дальше хуже, потому что вообще исчез смысл балетного воспитания. Главное – это же танец. То есть стало все меньше и меньше и меньше и меньше танца. И поэтому, в общем-то, уже возник кризис в конце 50-х. И последняя точка – это был «Каменный цветок», попытка «Каменного цветка», партитура Прокофьева, как бы надо ставить, Лавровского. После чего Любовь Дмитрина Блок написала статью, когда балерины затанцуют, и, в общем-то, наметился кризис. И вот имя Григоровича, оно возникло как раз вот на стыке, на сломе вот этих эпох. Вот. И как раз «Каменный цветок» Григоровича считается началом новой, как бы, отхода от драм-балета, да, выходом из этого кризиса. Ну, потом «Легенда любви». Но потом у всех русских, советских тогда и до сих пор хореографов все-таки остался вот этот вот комплекс. Мы настолько, как бы, вот из-за вот этой драм-балетной эпохи мы потеряли вообще вкус и ощущение и владение именно самоценным хореографическим текстом, да, лексикой и текстом хореографическим. Что вот комплекс, даже у Григоровича виден, ну, какой балет не возьми, например, «Байдерка». Там была попытка оттанцевать все, вплоть до даже гвардии Раджик Шатри. Они у него выход, вот эта тема, тататандр, да, они у него идут и приплясывают. Но это же абсурд. Вот гвардия как раз должна ходить, понимаете? Просто ходить. Этого достаточно. Там есть других много поводов для танца. Когда я пришел сюда работать, здесь тоже был боксеральский фонтан. Но я его посмотрел первый раз и последний. Больше такой спектакль, конечно, надо было снимать из репертуара, потому что такие спектакли показывать нельзя публике. Значит, во-первых, там, ну, ничего общего. Это было одно название. Значит, какие-то обломки хореографии Захарова, какие-то наслоения других, видимо, худруков, которые были, они решили как-то приобщиться. И приобщиться к этой теме. Сценография и того хуже. Он был сокращен до двухактного варианта. И, в общем, я видел тех, кто видел Ленина, это называется. Понимаете, такой боксеральский фонтан в Пермском театре оперы и балета. Поэтому и сегодня, вот мы уже в преддверии премьеры, осталось 11 дней, мы хотим выпустить настоящий, жирный бахстеральский фонтан, такой настоящий сталинид, такой мастодонт. Вот афиша очень правильно нашим пиар-отделом выпущена, абсолютно почувствовав мои флюиды, как бы вот по любую эпоху, это наша история необходимо уважать. Она должна быть представлена, понимаете. Если в Лувре или в Эрмитаже висят картины не только Рембрандта, или Тициана, или Джорджона, или Веласкеса, но там представлена вся импрессионистская школа, а до этого был романтизм и так далее, и тому подобное. И заканчивая, не знаю, последними, вот нашим, там же ведь на третьем этаже, в Эрмитаже огромная современная коллекция. Да? Вот. И здесь тоже, здесь должны быть, у нас в репертуаре должны быть представлены различные эпохи. Вот боксеральский фонтан, это как раз и будет тот спектакль, который представляет целую такую эпоху, драм-балета в нашем отечественном балете. Другое дело, что эта эпоха, конечно, нанесла страшный удар по, вообще, по хореографии и по хореографам, потому что, а потом еще началась вот эта вся история с распадом Советского Союза, и, в общем-то, воронка образовалась, можно сказать, что вот последний хореограф большого стиля советский, это Юрий Григорович. Представьте, какая трагедия, какое выпадение вообще. Поэтому, как бы, он и остался до сих пор патриархом, потому что вот сегодня вы много можете назвать действующих хореографов российских, которые работают здесь, в России, тем более. Вот сразу хочется назвать имя Ратманского, но он уехал из России, он работает в ЭБТ, в Нью-Йорке. Вот мы все в Советском Союзе говорили, вот баланчин, это так сложно танцевать, такая изощренная лексика. Нет, это наше. В принципе, Нью-Йорк-сити балет и баланчин, это американская ветвь русского балета. Он туда его и привез. Это и есть наша школа. Поэтому вот плавно мы как раз перетекаем от темы «Боксеральская фонтана» к нашему следующему проекту, который в разницу буквально чуть больше месяца мы надеемся выпустить. Вот. Я заговорил о баланчине не случайно. И в Перми, естественно, как и в любом уважающем и культурном себя, уважающем себя и культурном профессиональном коллективе балетном, должен быть сегодня баланчин. Он есть. Причем, что замечательно, что обычно существует какой-то дежурный набор, да. Баланчина – это «Серенада», «Симфония до мажор», тема с вариациями, ну, в общем-то, ну, потом ответвление. Да, «Аполлон» дежурная, да. Ну, это, в общем-то, шедевр молодого баланчина, такой классицистский его балет. И вот в Перми существует, так сказать, ответвление от этого. Во-первых, у нас есть балет «Самнамбула», совершенно замечательный, один из редких сюжетных спектаклей. У нас есть «Кончарта барокко». Конечно, у нас есть «Серенада». Ну, тут уж совсем нельзя. Есть какие-то общие базовые, знаете, вещи, хрестоматийные. Ну, все-таки мы, как ни крути, мы находимся на российском, так сказать, рынке, да, театральном. Зачем заполнять рынок одной и той же продукцией, да? Давайте мы сделаем что-то такое, не потому, что это сама цель, а что-то такое, чтобы… Потому что на это тратится очень много репертуарного времени, очень много сил. Давайте покажем что-то такое, что люди не видели еще в России. Пусть они увидят это в Перми, пусть они потом увидят это в Москве, например. И вот один из таких балетов – это камер-мюзик номер два на музыку Хиндемита Баланчина. Сегодня этот спектакль идет только в Нью-Йорк-Сити балет. Это очень нехарактерный спектакль для Баланчина. Обычно Баланчин, как человек из императорской балетной школы, из императорского Мариинского театра, естественно, у него царит женщина везде. И кардебалет в основном только женский. Ну, в крайнем случае парный мужчин и женщин. Здесь кардебалет мужской. Здесь две сольные пары и мужской кардебалет. Поставлено необыкновенно остроумно. Хореографический текст тоже не свойственный. Вы знаете, абсолютно такое ощущение, что это ставил хореограф в 2009 году. Вот. Поэтому, мне кажется, это будет интересно не только артистам и не только с культурологической точки зрения. Такая моя концепция репертуарной политики, что это должно быть что-то эстетически правильное. И тем более сегодня, когда мы уже, у нас столько информации и такой обмен информацией, и столько все уже видели, что очень трудно что-то такое привнести. Это еще и очень интересно смотреть. Поэтому вот я надеюсь, что мы все это освоим. И в довесок, раз уж мы тему эстетики затронули, еще более эстетский балет, который называется «Монументум про Джезуальдо» на музыку Стравинского. Стравинский написал музыку в память, в посвящении по-латыни композитору Джезуальдо. Вот «Монументум про Джезуальдо» — это о нем. И Волочин поставил необыкновенно красивую эстетскую вещь. Она очень простая, прозрачная. Это будет в одном отделении. Вот мы начнем «Монументум про Джезуальдо» и камер-мюзик номер два будет в середине. А по бокам, значит, тоже, так сказать, недаром же называется «Наш вечер». Мы решили назвать его «В сторону Дягилева». Значит, у Чайковского, всем известно, есть такое произведение, которое называется «Вариации на тему рококо». Удивительно, что «Баланчин» не поставил на эту музыку. Видимо, руки не дошли, потому что это абсолютно его тема. Мне всегда это хотелось сделать. И вот этот вечер хорошо было бы начать чем-то таким классицистским. Вот, поэтому я... Вот сейчас как раз репетиции у нас идут. Вот мы с Ногиновой пришли к тому, что надо делать итальянское рококо какое-то, черное с золотом, такие пачки ажурные. И у мужчин, в общем, строгие черные калеты, но жабо будет подбито, значит, золотым, золотом. Вот. И вот я сейчас начал переносить на труп этот балет. Это на семь человек такая, в общем, классицистская вещь. Но в духе там есть и парковые игры. И в завершении, это тоже мой балет. Да, это очень даже опасно, я бы сказал. Опасно и волнительно ставить себя вместе в один вечер с «Баланчиным». Вот. Ну, что делать? Продукцию все равно надо выпускать в театре. Она должна быть правильной и концептуальной. И мы решили поставить балет «Шут». Это, естественно, опять же, в сторону Дягилева. Вы знаете, что если я нахожусь в Перми, если Дягилевская тема не до конца еще отработана, то ее нужно отрабатывать. Потому что где как не здесь отрабатывать Дягилевскую тему. Дягилев также Сергею Прокофьеву заказал в 1915 году балет для постановок антрепризы Дягилевской в Европе. русских сезонов. И Прокофьев тогда написал такой балет, который назывался «Аллой Лолей». Как бы он хотел что-то такое... Какое-то что-то такое. Дягилев, он не мог точно обосновать, но что-то такое фольклорно, архаично, эпическое. Вот что-то такое. Знаете, что такое эпос какой-то. Ну, они все за весной священной. Вот, совершенно верно. «Аллой Лолей». И после того, как была готова эта работа, Прокофьев... Дягилев прослушал, он сказал, нам не нужна космополитичная музыка. Что это за это самое? Нам нужна... Вот надо русская. Вот сейчас модно русская. Ну, Прокофьев потом сделал из «Аллой Лоли» скифскую сюиту. А Шута, да, он начал... И вот они порылись, порылись, порылись. Там какая-то... У Дягилева лежал томик сказок Пермской губернии. Они порылись. И сделали, в общем-то, такую выжимку из нескольких сказок, которые... И вот нашли сказку, которая называлась «Сказка про Шута. Семерых шутов перешутившего». И они вот в нее собрали, вот под это название, из разных сказок различные мотивы и сюжеты. Такая реминесценция получилась. И Прокофьев начал писать. И вот он в дневнике даже пишет и в письмах, что вот у меня уже как лоскутное одеяло начали темки набрасываться, работает быстро и легко. Правда, потом оно и осталось как лоскутное одеяло немножко. Но это уже не важно. И потом началась война. Первая мировая. Ноты где-то были потеряны. В общем, этого балета такая трудная судьба. Ноты были потеряны, который отправил Прокофьев Дягилеву. И, в общем, границы были закрыты, не приехать. В общем, премьера состоялась только в 21-м году. В Париже и в Лондоне. И все. Причем в Париже, по-моему, был плохой прием этого балета. В Лондоне лучше. И все. Дело в том, что здесь очень сложно. Здесь к тому моменту, к 21-м году, у Дягилева уже не было ни Мясина, ни Лифаря, ни Фокина, ни Баланчина в антрепризе. И спектакль, в общем-то, ставил композитор с художником Лорионовым. Они пригласили еще Тадеуша Славинского, чтобы он хоть как-то мог вообще с языка, вот знаете, хочется что-то такое, вот ножкой топ-топ, чтобы он мог это как-то артистам показать. То есть спектакль был поставлен композитором и художником. Вообще нонсенс, да, балетный спектакль. После этого этот балет нигде, никогда и никем не ставился. Очень странно, потому что музыка потрясающая. И я вот долго думал на тему. Почему? Ну, в принципе, тут долго думать, наверное, и не стоило. Потому что, во-первых, в Советском Союзе существовала такая идеологическая установка, что все, что написано Прокофьевым за границей, хотя Шутау начал писать в России, но считается, что это его заграничный период, оно как бы не имеет ценности, потому что талант Прокофьева мог раскрыться только по возвращении на родину. У нас были, он вообще семь балетов написал, у нас были известны, естественно, его Золушка, Ромео Жюлета и Каменный Цветок. Четыре других его балета, это Шут, Блудный Сын, Стальной Скок и На Днепре, они были, как будто бы их не существовало, они в Советском Союзе почти не упоминались. И только благодаря Геннадию Рождественскому, который во второй половине 80-х начал с огромными усилиями возвращать, так сказать, нам нашего же Прокофьева, потому что он был, кстати, одним из лучших его исполнителей, интерпретаторов, и вообще обожал. Он считал, что это... Обожает. И обожает, да, и обожает, и обожал, и обожает. Вот. Благодаря Рождественскому мы получили, как бы впервые услышали в России, и, в общем-то, Сюиту и Шута, и потом целиком Шута. Поэтому... А за границей не стали... Потому что этот материал лубочный и фольклорный, там же очень, там очень ярко характерная, гротескная музыка, он был им не знаком. Сказки Пермской губернии, говорит, а сестра, говорит, глядь, нет, нет, ни Шута, ни Шутихи, смотрит, сестра сидит и посемывает, понимаете? Какие-то козлухи там, что-то запустил, выпустил за окошко, проветрится, вытянул козлуху, переоделась в молодуху, как бы, солдаты, дочери. Ну, непонятно, я думаю, это им была история, да? Тем более, вот русская сказка, она какая-то очень жестокая, да? Там же, знаете, да, он с женой, жену подговорил, что давай ты как будто бы, я тебе велю собирать на стол, ты не захоти, я тебя убью. Придут 7 шутов, да? И вот я тебя убил, и начну, раз, плеткой, ты повернись, два, ты поворотись, три, встань и иди собирать на стол и будь еще покладистой. В общем, они когда увидели это чудо, они упросили продать плетку за 300 рублев. Пришли домой, поубивали жен, начали хлестать, ничего не происходит, понимаете? Ну, по-моему, очень так. Здесь какой-то есть такой Фрейда, Фрейд подсознательный в таком вот, скажем, в сознании целого народа. Вот. Поэтому этот балет долго не... Мало того, я больше скажу, я пытался делать шута уже в Нью-Йорк-сити балет. Ну, естественно, для Нью-Йорк-сити балет я не брал целиком. Именно сюиту хотел поставить. И наследник Прокофьев, Серж, вот отец ныне существующего наследника, он сказал, нет только entire peace, только целиком и только полибрета, никаких сюит. И только благодаря тому, что я существую сегодня на стационарной площадке, я шута делаю целиком с козлухой, купцом, с солдатами, дочерьми и так далее. Со свахами, с черными... Да, мы решили Ларионова восстанавливать целиком. Поэтому вот у нас Сергей Мартынов, он в качестве супервайзера нам Третьяковская галерея любезно предоставила свои архивы, открыла перед нами. Вот. Поэтому мы туда ездили со всей постановочной группой, смотрели, вот. Иногда даже трогали в перчаточках, стояли, Ногина восстановилась на стол, это фотографировала. И, в общем, все это, да. А костюмы по, как бы, в духе, в духе, в цветовой гамме, но Ногина, вот костюмы, которые за вами, она делает их танцевальными, потому что те костюмы были нетанцевабельными, танцевать у них было невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok